Сейчас очень хорошо показано о том, что отец, с одной стороны, может быть, кто-то посмотрит и скажет, что он был без сердца, без ничего, но он реально своего сына просто вытащил, хотя сын его за это не простил. В конце там, посмотрите, все, конечно, закончилось хэппи-энд, но он считал его виноватым во всем, что происходит. Но я-то, например, со своей точки зрения и понимания, знал того, что если бы не отец, не было бы этого результата, ни за что в жизни. Вот посмотрите, он просто не принял никаких оправданий, ни матери, ни сына, ничего. Он в него верил. И вера – это очень важная вещь, ребята. Вера не только в продукт, в компанию, в Бога, там еще в кого-то. Вера в себя очень важна. Но самое главное вера – вера в ваших партнеров. Вера в то, что они тоже смогут. Вера в то, что они в состоянии сделать даже больше, чем вы. Вот этот момент тоже очень важный. И я вот хочу, знаете, задавать такой вопрос. Вот после вчерашнего мероприятия все спали спокойно? Или все-таки где-то там удалось достучаться до вас? Были какие-то мысли, да, моменты? Здорово. Я несколько раз вчера вам проговорила по поводу того, что стать мастером – это круто. Все равно это признание, вы уже на сцене Крокос-Сити-Холла. Вы все равно получаете ту самую корону, хороший чек, хорошие деньги. Но самые вкусные плюшки в нашей компании не начинаются с мастера 20К. Вчера мы об этом как бы не сильно так рассказывали, кто такой мастер 20К. Но сегодня я хочу вам прямо вот, ну, рассказать. Я не знаю, ведь у каждого же человека есть свои мечты в этой жизни. Кому-то действительно нас подвигает заработать хорошие деньги, кого-то там хорошая машина, кого-то свой собственный дом построит, да. Кому-то, например, важно дать образование своим детям. У каждого. Кто-то, например, знаете, мечтает, вот ни о чем другом хочу айфон 8 или 10, я не знаю какой. Но я, например, вспоминаю Наташу Бондарину, когда она пришла в бизнес, да, когда они спросили, какие у тебя цели. Она говорит, да что бы я себе хочу. У всех разные мечты. Иногда просто, знаете, мы приходим, у нас есть какая-то мечта, но нам так стыдно о ней рассказать, признаться в ней, да. И мы слушаем, там люди выходят, я хочу там, чтобы был мир во всем мире, там, я хочу помочь бездомным. И как-то выйти и сказать о том, что у меня вернусь к своим ботинкам за 350 тысяч, да, купить мечта такие ботинки, ну, как-то меркантильно выглядит, да, на этом фоне. Ребят, не стесняйтесь своих мечт. Иногда вот такая обычная, простая мечта действительно вас зажигает. И, например, для меня такой мечтой, которая меня зажигала всегда, это был момент путешествия. Не знаю, с чем я это связана, то ли потому, что я стрелец, то ли потому, что у меня мама всю жизнь путешествовала, плавала, выходила в море на корабле, запрещала мне это слово говорить. Я не знаю, но я, ну, вот всегда мечтала об одном, много стран, разных ощущений, впечатлений, там побывать, там побывать. Но если кто-нибудь путешествовал когда-нибудь, вы знаете, сколько стоят такие мероприятия? Вы же понимаете, что это достаточно дорогое удовольствие, да? Проходи, Сереж, давай. И опять же, возвращаясь к моей вчерашней теме, я буду к ней возвращаться несколько раз. Для вашего более глубокого понимания, момент иногда дефицита существует, да? То есть ты должен выбрать, что тебе купить. Там, сделать ремонт в квартире или поехать отдохнуть всей семьей? Я понимаю, что для особо продвинутых людей, как бы, ну, почему я должна выбирать? Я хочу и то, и другое. Но вот для этого уровня особо продвинутого нужно еще дойти. И на первых порах, когда мы начинаем что-то делать в нашей жизни, мы всегда стоим перед выбором. Вот это или вот это, вот это или вот это. Для меня всегда этот выбор давался очень сложно. Всегда, ребят. И каждый раз мне казалось, ну, блин, ну, почему я не могу просто взять вот из семейного бюджета, вытащить денег и куда-то поехать? Каждый раз приходилось в чем-то себя, ну, ограничивать, да? Вот, на первых порах, я честно могу признаться, я вообще ездила в кредиты. И я помню, как мои знакомые мне говорили о том, что пальцем у виска крутили ненормально, то есть такие деньги могла бы себе шубу норковую купить. А я смотрела на них и думала, нафига мне ваша норковая шуба? Мне гораздо важнее другие вещи, понимаете? То есть все равно, вот найдите ту вещь, которая вас мотивирует. И для меня, например, мастер 20К, чем он классный вообще? Вот почему? Первое, что у меня купило, возможность путешествовать и не платить за это деньги. Вообще это, вы не представляете? Вот я, например, подсчитываю, сколько стоит событий, на которые наша компания возит наших мастеров. Вот, например, там Таиланд прошлого года, да, я знаю, что это минимум около 350-400 тысяч стоила эта путевка. Просто представьте себе из семейного бюджета. Это не тур в трехзвездочный отель. Это там не тур куда-нибудь, знаете, где... Вот я разговариваю с некоторыми людьми, как они путешествуют, да? Я смотрю, они везут с собой полный чемодан. Я говорю, что у тебя в чемодане? Ну, шортики там какие-то нужны, да? И маечка, боже, ну, сланцы, что? Что? Кашу овсяную. И это вот как? И берут отели без завтраков, там, без обедов, без ужинов. Смысл? Вы куда-то доедете, как отдыхать? Вот для меня, например, вот это вот ощущение, это не отдых, это вообще непонятно что. Вот. Дальше момент какой? Автомобиль. Может быть, кто-то даже мечтает о нем, но не вопрос, не нужен вам автомобиль. Возьмите квартиры. При любом раскладе, даже если у вас есть две квартиры, третья квартира вам не будет лишней. Даже если у вас 10 квартир, вам 11-я не будет лишней. Понимаете? Потому что квартиры – это всегда источник дополнительного дохода. И в свое время, знаете, я познакомилась с ребятами, которые ведут финансовую школу. Они задали мне такой один вопрос, который меня очень сильно напряг. Они спросили у меня, ты хорошие деньги зарабатываешь? Я говорю, да. Но ты знаешь, говорит, заработать – это не вопрос. А вот как приумножить и как сохранить твои деньги? Вот если сейчас тебя взять и отдельно поставить, то сколько месяцев ты проживешь, не меняя своего стиля жизни? Вот каждый себе задает этот вопрос. Вот сейчас уволят вас с работы. Сколько вы проживете? Спокойно. Вот когда мне этот вопрос задали, ребят, знаете, меня напрягло. Реально напрягло. И, например, там лет 10 назад, когда впервые я об этом услышала, я тогда еще, знаете, подумала так. У меня тогда еще был такой большой серьезный бизнес, и компанией Курал Клаб я серьезно занималась. И я такая думаю, что если сейчас у меня бизнес этот мой закроется, это же пипец. И, знаете, так реально случилось. Случилось то, что товарообороты упали, и вот это ощущение, что у тебя будущее как-то не обеспечено ничем, оно вот просто реально не дает нормально жить и дышать. Именно этот момент заставил меня рассмотреть компанию Курал Клаб с точки зрения серьезного бизнеса. Вот этого момента остаточного дохода. Потому что сегодня я знаю, что у меня есть организация, которая мне всегда отдаст сумму гораздо больше, чем средняя пенсия по России, понимаете? И я почему возвращаюсь в квартире? Сейчас вот как бы скажу так, я знаю, что 90% людей нуждаются в улучшении жилищных условий. Вот реально так. Но еще раз повторю, даже если у вас все хорошо с жильем, еще одна квартира, это будет просто дополнительный источник, источник финансовых доходов, который у вас обеспечит какое-то определенное время. К этому тоже нужно стремиться. И те автомобили, которые вам тоже компания дарит, когда вы становитесь мастером 20К, на которых написан логотип Курал Клаб, и вы едете по городу, это же ваша ходячая реклама. Вы представляете, как это круто? Больше того, я вам могу сказать, что мастер 20К – это такой жирнючий мастер, у которого зарплата по сравнению с обычным мастером примерно раза в два больше. То есть даже в финансовом плане вы выигрываете. И много-много других плюшек, которые вы получаете именно, когда вы находитесь в этом состоянии мастера 20К. И сегодня мы будем уже разговаривать, думать и говорить именно не просто о мастере, а о мастере жирном, в смысле денег, да? Такое зашитое, которое 20К. Прямо вот так вот я им напишу, пусть он здесь у нас будет. Почему как? 20 тысяч баллов. Это вот по привычке, да, с прошлого раза осталось это. 20 тысяч баллов. А 20К, это как раз, это было. А 20 тысяч? 20 кусков. 20 тысяч тогда напиши, ну 20 тысяч. Ну лих, дядь. Спасибо. Да, ну что, это все правильно. Да, ну что ты теперь вообще? Мастер 20 тысяч баллов. И когда мы будем говорить о чем-то другом и говорить о том, что, например, серебряный мастер, там, золотой мастер, да, и так далее, и тому подобное, мы будем иметь в виду, что под нами тоже мастера 20 тысяч баллов. Именно эту тему мы будем сегодня визуализировать. И я хочу сказать опять же вот про этот ролик, про этого молодого человека. Вот все время возвращаюсь к нему мыслями. Вы знаете, вот мы все по сравнению с ним. Вообще просто вот, у нас не просто там, как это называется, когда старт у нас, запас, как это? Фора. Фора, точно спасибо за это слово, да. У нас по сравнению с ним не просто фора, мы вообще уже практически к финишу можем подойти, да. Вот, я когда смотрела этот фильм, смотрела на этого человека, может быть, вспоминать историю, там, Ника Булыча, да, там, вспоминать историю, там, других людей, но на самом деле, ребят, не надо смотреть на ущербных, надо смотреть на то, что мы можем делать. Вот он правильно сказал фразу, все, что есть в нашей жизни, это временные трудности. И я вчера вам делала акцент на том, что многие успешные люди, когда выходят рассказывать свою историю, они рассказывают 10% того, что привело именно к этому успеху, но они молчат о 90% пути, который они сделали, потому что этот путь, он просто, ну, вы не представляете, что вот Ирина сделала в свое время, да, через что она прошла, какие внутренние перемены, через что там я проходила в свое время, через, ну, больше сток, кто здесь, они могут рассказать, как ломалось внутреннее. Путь героя, что ли? Путь героя, да, по-другому никак не назовете, ребят, он есть, ну, потому что, ну, без него вы никак. Вот я всегда рассказываю, вот моя личная картинка видения, вот есть вот я, да, а вот есть цель. Ну, как вчера, помните, я вам писала вот так вот? Стать финансово независимым, независимым от денег, да? Вот, и вот она я, вот сюда. Ну, казалось бы, вот я раз вот так вот и пошла сюда. Не интересно, не получится. Никогда в жизни. Что происходит? Игра компьютерная, своеобразная. Вот я, например, дошла вот до этого уровня. И вдруг вот тут вот дверь. И мне говорят, чтобы пойти дальше, нужно в эту дверь зайти. А чтобы в эту дверь зайти, у меня должен быть ключик от этой двери. А ключик у меня лежит, например, вот здесь, да? И я вынуждена раз и пойти сюда. Нет, я дошла вот досюда, и потом раз и пошла сюда. Вот так. Найти этот ключик. А ключиком, например, этим может быть ваше общение с людьми. Ну, вы такие дикарки, знаете, вы не умеете общаться, вас ломают, вы не можете. А вот пока не научитесь, ключик, нет, дверь не откроется. Научились общаться с людьми, разговаривать, да? Комплименты делать этому. Выходите из дома, а там консьерж, да? Доброе утро, прекрасного дня. Ой, как я помню, для меня даже это было сложно. Отлично, зашли в эту дверь, доходите вот сюда, здесь опять дверь. Вы такие прям, о, что на этот раз? А вам говорят, ну, надо звонки научиться делать. А вот тут, вот звонки вот здесь вот где-нибудь лежат. И вы такие, ш-ш-ш, обратно вернулись. Научились звонки делать, да? Потом раз, такие прям, звонки научились делать, вернулись сюда, прошли вот сюда вот. А здесь у вас раз, например, ребенок родился. А ребенок это вообще где-нибудь вот здесь. Ну, надо какое-то время, да, там, уделить. И вы же помните про эту базу, но вы не можете. Ладно, немножечко тут разобрались физически, там, восстановились и так далее, и тому подобное. И вот это вот получается, что вся наша жизнь, она вот такая. И если вот этого не будет, то очень тяжело к этому подойти. И вот здесь почему я вам говорю, что мастер 20 тысяч баллов, но я бы даже, например, ставила, мне очень сильно нравится тема, ведь у наших максимальная квалификация какая? Звездный мастер. Звездный мастер. Звездный мастер. Звездный, не золотой, звездный мастер. Кто такой звездный мастер? Ну, что? Три, два, четыре. Правильно, десять мастеров. Десять, понимаете? Десять мастеров у вас должно быть в десяти ножках. Нет, у вас может быть и сто мастеров в вашей организации. Но вот так, веток, не в первой линии, а именно ветках, у вас должно быть десять мастеров, мастерских ног. Поэтому я бы сразу себе эту картинку прорисовала. Мы еще когда про маркетинг план будем говорить, мы это будем-то вам как бы рассказывать, как это сделать. Но вот здесь я вам расскажу, во-первых, как прийти к мастеру 20 тысяч баллов очень быстро. И я вам расскажу, как, идя к этому мастеру, сделать зачет на звездного мастера. Интересно? Здорово. Помните, я вам вчера рисовала картинку на тему того, как за три месяца сделать через золотого директора мастера? Точно помните все? Да. Мы нарисовали. Отлично. Мне прям хочется, чтобы у вас это как-то отпечаталось, да? Итак, значит, ну, прям это вы, да? Прямо как я. Как сделать двух золотых директоров, мы вчера поговорили. А давайте теперь представим, что вам нужно сделать не два директора, а вы прям вот, зная вот эту цель, вот эту бац, прям напряглись, сделали десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Кто такой золотой директор? Два директора в структуре. Два директора в структуре. И? Товарооборот две тысячи баллов. Абсолютно зная. Тот, кто отвечает, тот знает. Я выучила. Куда мне надо идти? Отлично. Бац, уже есть. Теперь смотрите, две тысячи баллов. У вас десять директоров золотых. Сколько у вас товарооборот? Двадцать. Ну да. Я как-то незаметно рассказала вам, как это сделать. Представляете? Так просто. Все, ребят. Что происходит дальше? В принципе, я вам могу сказать, что вы уже можете расслабиться на каком-то этапе, да, к себе в первой линии никого не искать и помочь людям, которые в вашей организации делают золотых директоров. Ну давайте, предположим, вот этот вот человек, да. Вот у него есть два директора, он золотой директор. Среди этих десяти человек нашлось, ну кто-то один более амбициозный, всегда такое происходит, кто-то один более амбициозный, да. Значит, он первый. Всех остальных, как называется, дифференциация. Пока убираем на второй план, пусть он со своей скоростью развивается. Одного выбрали. Начинаем с ним работать, начинаем ему строить организацию. Под его людьми, вот таким вот образом, объясняем ему, хочешь звездного директора, он мастер, он говорит, хочу. Давай. Он повторяет вас. Он мастер 20 тысяч баллов, вы уже практически серебряные. Вопрос лишь в одном, с какой скоростью вот эти люди созрели. Но у вас уже заложен потенциал, ребята. Почему я могу сказать вам, что нужно это делать изначально? Потому что примерно где-то через какой-то период времени энтузиазм всегда идет на низ. И больше того, я могу сказать, вот я же вам рисовала вот это хаотично-броминское движение, да. Бывает такое желание, ты говорите, вот я дошел в потолок, уперся, я понимаю, что у меня мое мышление и видение нужно менять. Мне срочно нужно в Гималайю. Я очень много знаю лидеров Кораллова Куба, которые через Гималайю прошли. Раз, и вы отошли в сторону. Отошли в сторону, но организация без вас растет. Понимаете? Бывает так, что вы из этих Гималайев там помедитировали, какой-то финансовый потолок пробили, вы возвращаетесь, а у вас уже еще один мастер вырос. Мне очень нравится история Саши Завгороднего. У нас звонок. Да, давайте. До новых встреч.